О трудовом подвиге куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны рассказывает один из залов музея Ильдара Рязанова. Здесь представлены уникальные экспонаты, предметы быта, которыми пользовались жители в военные годы. Это чемоданчик инженера. В Куйбышев было выклывано более 20 промышленных предприятий, которые составили основу авиационного кластера промышленности в нашей области. В экспозиции представлены и видеозаписи воспоминаний детей войны. В проекте «Живой музей» можно и с первых уст узнать о том непростом времени, когда для победы трудились все – и взрослые, и дети. Он представляет собой, альманах, видеоинтервью с представителями поколения детей войны. И многие из них начали свой трудовой путь, трудовую деятельность именно в годы Великой Отечественной войны. И среди этих интервью много тех, кто как раз вложил свой вклад в трудовой подвиг нашего города в годы Великой Отечественной войны. Особые заслуги Куйбышева, запасной столицы, где ковалось оружие победы, отметил президент России Владимир Путин. По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» глава государства подписал указ о присвоении 20 городам страны, в том числе и Самаре, почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание, и считаем, это заслуженно нам наградили. Эти люди отдали всю свою силу и энергию, и будут носить это до конца своей жизни, это высокое, почетное звание, трудовая доблесть для города Куйбышева, Самара. В войну весь народ, весь народ, в деревне хлеб выращивали, на заводах машины делал, моторостроитель моторы делал, наши самолеты делали, другие заводы, другие продукции делали. Для фронта нужно было очень много, очень много. И поэтому я считаю, что молодежь, даже молодежь, которая работала, в основном молодежь работала, они имеют, как говорится, право получить вот это высокое звание. В честь присвоения Самаре высокого звания и в память о подвиге куйбышевцев в годы войны в Самаре появится Стелла «Город трудовой доблести». Где она разместится, выберут сами самарцы. Свое мнение о месте установки Стеллы жители могут высказать, отправив письмо на электронную почту, либо воспользовавшись специальным ящиком для голосования, который установлен по адресу город Самара, улица Куйбышева, дом 120, в здании Управления информацией и аналитики администрации Самары. Голосование продлится до 3 августа. Наиболее популярные варианты места для установки Стеллы в начале августа будут вынесены на общенародное голосование.